В школе у Сашки изучали историю и легенды возникновения Чехии. Подорожники поехали посмотреть на знаменитые места своими глазами. Хотелось бы мне знать, как долго шел праотец Чех и его люди на эту гору. Легенда о прародителе чешского народа праотца Чехия гласит, что два брата, Чех и Лех, вели свои народы из южных земель в поисках подходящего места для жизни своего народа и будущих поколений. Кстати, имя праотца Чеха на латинском звучало как боэмус, откуда и пошло потом название богемии, части нынешней Чехии. А слово Чех на старо-чешском языке означало не национальность, а человек. Брат Чех Олег по Британию пошел дальше на север и остановился на земле нынешней Польши. А праотец Чех взошел на гору Риб и увидел никем не заселенные земли, прекрасные как рай. Здесь, на этой прекрасной земле, и остался праотец Чех со своим родом. А страну в честь него назвали Чехией. Мы же смотрели на прекрасные чешские земли с многочисленных смотровых площадок горы Риб. И понимали, что нашел на этой земле праотец Чех. С горы Риб можно увидеть чешскую плиту, чешское Среднегорье и Крушные горы. А при ясной погоде отсюда видна даже Прага. В самом начале нашего похода Сашка задумывался, как долго праотец Чех со своими людьми шел на эту гору. Неизвестно, сколько это заняло у легендарных личностей, а наш подъем занял меньше часа. На вершине горы Риб в XI веке построили Ротонду. И сама гора Риб и Ротонда являются символами чешской государственности. По легенде Дева Мария поспорила с чертом, кто построит более высокую гору. Черт как попало кидал в кучу камни и песок. А Дева Мария носила в юбке глину и аккуратно выстраивала свою гору. Так и возникла прочная и закругленная гора Риб. Сейчас на именитой горе стоит харчевня с надписью, что для мусульманина Мекка, для Чеха Риб. На этом наш поход по историческим местам не закончился. Мы отправились в стадице. Ведь именно там, по легенде, жил Примысл, будущий князь и основатель династии Примысловичей. В те времена чешским народом правила мудрая правительница княжна Либуша. Но однажды мужчины пришли к ней и сказали, что не хотят, чтобы ими управляла женщина. И потребовали выбрать правителя мужчину. Мудрая Либуша сказала им, за горами есть река Билина, на берегу которой деревня Стадица. В ней находится пашня, где на двух валах пашет ваш будущий князь. Если вам угодно, привезите его в себе в князья, а мне в супруги. Мужчины пошли и нашли нужного человека. Он действительно пахал землю на валах. Пахарь надел на себя княжескую одежду и обувь, но не забывая о своем происхождении, взял с собой и свою старую одежду, повелев сохранить ее на будущее. Примысл и Либуша поженились и мудро правили чешским народом. У них родились сыновья. Так было положено начало династии Примысловичей, правителей Чехии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова